здравствуйте сегодня мы с вами порисуем интерьерную картинку с мотивацией которая называется море счастья вот примерно такой макет у меня получился я взяла фоновую картинку из фотобанка и к ней приделала надпись море счастья я так полагаю что море в основном у нас вызывает эмоции такие положительные какие-то впечатления у кого-то это отпуск поездка в общем сплошной позитив и кто же откажется от такого калам как бы используемую каламбурную форму до море счастья то есть кто же откажется у нас от моря счастья по поэтому мы сейчас с вами разберем на какой бумаге мы это будем делать и какой пастелью в этом уроке мы с вами будем использовать вот такой самый простой набор это подольская пастель вы можете использовать абсолютно любую пастель которая более-менее ложится на пастельную бумагу это у меня консон метант и эта бумага отличается тем что она довольно хорошо держит я не рекомендую использовать лану другие бумаги вот консон самое идеальное и подойдет подольская олки пастель корейская подойдет муньо в общем любое что у вас имеется только пожалуйста будьте аккуратны если у вас санет он чуть больше вам он придаст такой грубости рисунку вашему и так значит нам понадобятся я взяла заточила мелок крита color но вы можете заточить любой который у вас имеется вот под такой карандашик либо использовать белый карандаш белый пастельный либо белый меловой неважно еще я взяла вот таких вот возможно понадобится возможно нет то есть это темно-синий и такой густо синий больше вода ультрамарин больше похож на действительно ультрамариновый такой оттенок он видите близких бумаги и темно-синий нам понадобится для деталировки но если у вас такой мелочек есть вот смотрите да вот например в подольской обнаружился вот такой темный мелочек и он подойдет как раз вот видите заменяет буквально вот карандаши так что можно использовать мелки то есть все что у вас имеется нам понадобится довольно таки маленькое количество материала значит тряпочка обязательно хлопчатобумажная для протирания рук сухая не влажная клячка и один листочек бумаги картинка у нас такая видите приятного цвета морского и я буду использовать одну из этих бумаг здесь у меня консон метант мы будем рисовать на гладкой стороне здесь тоже консон метант но он такой более приглушенный синий потемнее я подумала что это слишком мрачноватый поэтому я его отложу но вы можете использовать любой синий цвет бумаги который у вас есть вот и вот это потолще это фотокартон называется он тоже подходит у него поверхность довольно гладкая вот есть более ребристая и есть более гладкая используйте более гладкую сторону если вы хотите более рыхлую картину сделать тогда ваш выбор должен остановиться на шершавой стороне и так я убираю все что у нас лишнее и мы начинаем для удобства я приложила к письму урока картинку в черном белом виде она вам поможет тем что можно смотреть как где какой-то он потемнее посветлее значит первоначально нам нужно будет подобрать цвета давайте перевернем сейчас бумагу например я буду рисовать на гладкой стороне вы можете рисовать например на любой какой вам больше нравится если вы любите более такие грубоватые зарисовки до лохматенькие то вам на шершавую сторону я люблю больше гладкая поэтому я пойду на гладкой стороне рисовать и так соответственно переворачиваем на ту сторону которую мы не будем использовать и давайте будем выбирать себе мелочке я бы взяла один цвет подобрала тот который похож на бумагу но темнее и один вот смотрите очень похож на бумагу давайте еще вот этот попробуем этот более зеленый здесь он не подходит так и еще потемнее вот очень красивый он хорошо тоже подходит к этому оттенку бумаги так и нам нужны еще темные вот прекрасный цвет кстати он заменяет полностью карандаш и то есть вы видите да что он одинаково поэтому этот карандашик нам не понадобится скорее всего вот видите это тоже очень похож ультрамариновый так и вот есть еще вот такой этот более зеленоватый нет этот мне не подходит в общем вы сейчас подбираете те оттенки которые больше всего подходят к вашей бумаге должно оказаться что они здесь были всегда то есть прям быть одним целым с бумагой только чуть-чуть отличаться по тону посветлее потемнее и теперь нам понадобится значит белый белый мы уже взяли если у вас есть белый в наборе то берете его у меня вот здесь в наломаном не оказалось я буду выкручиваться по-другому и здесь в наборе тоже присутствуют вот такие прекрасные бежевые это неополитанская желтая самая ближайшая да то есть если мы возьмем вот ухру то видите да ну вот по сравнению с белым то есть нам нужно взять самый выбеленный такой телесный оттенок он нам понадобится для ракушек для кораблика и для веревок вот этих так и нам еще понадобится на веревках делать чем-то тень давайте подберем значит поскольку у нас вот этот бежевый он такой не желтый да ну то есть например видите вот этот более желтый поэтому вот вот эти два цвета они друг с другом не очень дружат они не совсем приятно выглядят вместе а вот с этим они по идее должны хорошо совпасть значит у нас уже здесь положено давайте посмотрим теперь посмотрите как прекрасно выглядит вот это подойдет для веревок как раз идеально и нам понадобится значит белый вот этот белый я думаю вполне сойдет в общем то и все по материалам все теперь мы приступаем с вами к нанесению рисунка